здравствуйте друзья сегодня мы приехали в магазин леруа и для того чтобы приобрести здесь кое-какие там химпрепараты для обработки своих растений в теплице ну и заодно покажу вам отдел сельскохозяйственный отдел или как он правильно называется цветоводческий так смотрите хризантемы горшечные 122 рубля это маленький горшочек вот я кстати тоже вырастила хризантемы но у меня теперь значит азалия 477 рублей розочки маленькие 185 вот такие розочки красивые не буду заморачиваться читать читайте сами фиалочки фиалки сейчас скажем так самые банальные ну если на подарок или какую-то композицию то очень даже и ничего а вот цены фиалок сейчас скажу вот двести пятьдесят двести шестьдесят рублей колонхое 284 рубля колонхое это горденья двести ой шестьсот пятьдесят пять рублей хризантема крупноголовая 255 рублей но я так поняла что это укорененный горшочек поэтому такая цена у него двести пятьдесят пять гранулат универсальный гранулат ну я не знаю то ли это грунт думаю что грунт вот я вам так издалека издалека покажу еще там кактусы есть пройдусь по кактусам покажу хризантемки сразу три вида двести шестьдесят пять рублей глоксиния спатифилум двести тридцать три рубля вот это стефаностит семьсот семьдесят семь ну я так поняла что это вьющиеся растения очень красивая так вот такие цветы ну тут же органические удобрения по органическим по удобрениям я тоже пройдусь фаленоксис 430 рублей ну скажу вам что это недорого но это я так предполагаю это не коллекционные сорта это так вот массовые тепличные выросли коллекционные сорта я видела видела что это такое и конечно с этим не сравнить хотя есть такие вот необычные вот ну я забыла Ну вот размер у них у всех одинаковый. Размер цветка, я имею ввиду, у всех одинаковый. Ну вот бывают карликовые, бывают средние, высокие, высокорослые, бывают вот на воздушные корни у них. У меня невестка занимается ими. Она, конечно, по такой цене, ну не то, что не приобретает по такой цене, она коллекционные сорта приобретает, там цена, конечно. Вот эти тоже, 798, вот смотрите. Цветочек мелкий, но просто это реже встречается, поэтому, видимо, такая цена. А размер горшка одинаковый. А есть очень-очень крупные. Вот такие орхидейки. Теперь антуриум. Как их еще называют? Женское счастье, мужское счастье. Вы знаете, здесь бывают скидки, неплохие скидки. Ну, бывает, когда вот товар, ну не совсем свежий, да, и коллекционеры приобретают его, ухаживают за ним и восстанавливают. Вот цвет прям вот оранжевый такой, морковный. А вот это розовый. Нежно-нежно розовый. Так, ну вот тут пальмы все различные. Это что такое? 1111. Кокос. Ну, цифер. Ну, цифера. Кокос, ну, цифера. Может, кого-то заинтересует. Так, теперь, вот, кстати, и дамы смотрят. Вот это по скидкам. То, что вот, ну, уже начинает немножко вянуть. Не совсем качественный. Здесь товару ценяют, и можно приобрести по скидке. Фикус Бенджамина. Оригинальный. 2333 рубля. Драцина. Какая большая. 1222 рубля. По 35 тюльпан. Ну, все, а что-то. Так, это, это так называемое денежное дерево. Замеокулькас. Есть побольше, есть поменьше. В зависимости от размера и цена. Ну, вот. Пришли кактусы смотреть. Ну, я не знаю, есть увлекающиеся или нет по поводу кактусов. Мне кажется, прям... Прям скажу, ассортимент неплохой. Алоэ-микс. Это, наверное, вот это алоэ. 355. А кактусы по 445 рублей. Вот любой, ну, там, смотрите, сколько много в одном горшочке. Там целое царство. Тороплюсь. У меня назначена здесь встреча с моей подписчицей. Я ей привезла товар, поэтому я сейчас не буду долго заморачиваться, но пробегусь. Я хочу еще показать вам удобрения, для чего мы сюда приехали. Мы здесь приобретаем для колиусов удобрения. Эхиверии. Ну, вот 198, 288 рублей. Вот такие цены. Ой, ну тут Тут просто Сейчас я сначала медленно Проведу камеру А потом покажу вам цену Размеры, вот смотрите Размеры довольно-таки большие Этих кактусов Особенно желтые понравились мне Я так поняла, что это прививают Да? Вот определенный подвой Есть и на него прививают Вот такие вот Нашлепочки А потом он уже Питаясь соком Своего материнского растения И вот он такой разрастается Очень даже интересное направление Особенно я знаю Мужчины таким любят заниматься Вырастить такое чудо Сейчас пропущу Сейчас скажу Вот смотрите Вот это стоит 455 И еще вот Опунция 2370 Что из них опунция Что из них гемио Вот это вот Я не знаю Но это все вот на одной полочке Переставила А ценник не забрала Так уж я думаю Так дорого То есть все вот это Что я вам показала Это 455 рублей всего Так это Мандаринчики Еще не поспели Вот такая цена А это чуть поменьше Это папоротники Вот папоротниками Я заинтересовалась И приобрела Даже несколько сортов И оказалось То есть я всегда проходила Мимо них Не интересовалась И мне это было неинтересно Но Я видела на рынке В Краснодаре Папоротники У него вот эта ветка Длиной Полтора метра Огромный Огромный Такой Поэтому у меня Прям вот Дух захватило Теперь я поняла Что они бывают Разные Приразные Как их только И есть Съедобные И прочее Вот И теперь Они меня Интересуют Очень даже Эсхинантус Вот я свой Эсхинантус Загубила До того Красивый был А вот этот Вот этот Эсхинантус У меня такой Вот он По 998 рублей Загубила Я его на солнце Ну Висел у меня Во дворе И там И дождь И солнце И он Честно говоря У меня погиб Не Не обращала Внимание Вот это Все Эсхинантус Они конечно Дорогие Это вьющиеся Растения Ампельные Вернее Очень красиво Цветут Такими Красными Колокольчиками Вот еще Это только Бутон Он еще Не расцвел Потом Изнутри Выходит Красный Цветок Очень красивые Вот листья Просто по размеру Разные Есть широкие Есть вот такие Вот закрученные Вот у меня Вот такой Был закрученный Редкий Но здесь Вот цена 998 Я его брала За полторы тысячи Здесь дешевле Гораздо Драцина Смотрите Варигатная 140 рублей Всего Ну диаметр Горшочка Маленький Дефенбахия 348 Варигатная Тоже Так Здесь Грунты По грунтам Ничего не могу Вам конкретного Сказать Каждый Подбирает Сам себе Грунты А у меня Я вам говорила Я приобретаю На ферме Большие На 300 Литров Или 300 Ну да 300 литров Объемом Большие И добавляю Там Перегной И Перлить Добавляю Все Больше у меня Собственно говоря Ничего нет Вот такой У меня Грунт Поэтому Я как-то Не доверяю Вот этим Грунтам Которые В емкости Горшки Так Вот это Горшки Я здесь Горшки Не приобретаю Горшки Я беру На фирме Фирма Цветков Там От 4 Рублей И Ну такие Вот Обычные Черные Пластмассовые Которые Стандарт Там Они От 4 Рублей До 40 Там 50 В зависимости Это Самые Большие Которые Я для Гортензии Беру Огромные Но Они Ну пластиковые Не то Что Здесь Конечно Красивые Вазоны Так Теперь Я хочу Вам Показать То Что Я Приобретаю Для Чего Мы Приехали Сюда Ну Вот Сказать Чем Мы Обрабатываем Я Потом Подойду И Гена Если Найдет Очень Эффективное От этого Червеца Мученистого Вот Такие Вот Пролонгированное Действие Удобрения Мы брали Я думала Что это Пролонгированное Знаете Делает Такие Вот На Полгода Вот Это Бомба Подсыпал Здесь Четверть Колпачка На 5 литрах Вам Его Хватит Выше Крыш И Встряхнули Четверть Колпачка На 5 литрах Разбавили Вот Говорят Какая Это Бомба Вот Смотрите Для Гортензии Если Вы Берете Подкислять Подкисляете Гортензия Есть Такие Цвета Сорта Гортензии Которые Становятся Голубыми Вот Для Них Необходима Большая Кислотность Чем Обычно Вот Поэтому Вот Это Сюда В принципе Стоит Он 17 Рублей Вот Такой Вот Подкислять И У вас Будет Тогда Гортензия Голубенькая Ну Нужно Гортензию Подкислять Знаете Когда Еще Только Как Она Начала Расти То Есть Чтобы Стабильно Это Был Подкисленный Грунт Вот Тогда Оно Растет 17 Рублей Я Так Считаю Что Это Недорого И Вот Этот Пакетик На 50 Литров Вернее Я Ошибаюсь Это 50 Ну По Инструкции Сами Посмотрите Я Без Очков Я Без Очков Не Могу Прочесть Вам Вот По Поводу Пролонгированного Удобрения Вот В Таких Коробках Пролонгированное Удобрение Оно Я Считала Что Ну Длительного Действия То есть Ты Насыпал Его В Горшок Допустим Да Есть На Три Месяца Есть На Полгода Есть На Год Пролонгированного Действия Вот Здесь Вот На Шесть Месяцев Вы Его Насыпали И Шесть Месяцев Не Надо Ничем Подкармливать То есть Очень Удобно Вот Но Это Видимо Я Это Вот Для Я Так Поняла Общего Действия Декоратив Цветочных Декоративных Культур Вот Здесь Вот Есть Сейчас Покажу Для Хвойных Культур Тоже Пролонгированного Действия Но Это Вот Лечить Хвою Теперь Вот Хочу Показать Вам Для Колиусов Ген Вот Что-то Мало У нас Вот Вот Это Я Беру Уже Из Года В Год Сколько Лет Я Выращиваю Колиус Столько Я Беру Вот Такой Пакетик Он На Сколько Ген На 8 Литров На 8 Литров Вот Такой Пакетик На 40 Где Ты Видишь Что На 40 5 На 10 Литров Да Вот Оба Без Очков Оба Слепые В общем Смотрите Для Каких Это Растений Вот 5 5 Грамм Удобрения Растворить В 8 Литрах Воды Да А Здесь 30 Грамм Это Значит Вот Этот Не 8 8 Литров Умножить На 6 6 Раз Да Получается Почти 50 Литров Вот Этот Пакетик Выходит На 50 Литров Эффективность Уже Проверила Суть Не Раз Цвет Становится У Колиусов Яркий Особенно В Зимний Период Ну Вот Просто Просто Это Находка За 7 Рублей Вот Такая Вот Штука Вот Ради Этого Мы Сюда И Приехали Сейчас Наберем Теперь Что Это Тоже Гортензия Цветная Дело В том Что Когда Вы У вас Огромное Количество Растений Вот Эти Вот Бутылочки Да Все Конечно Это Эффективно Очень Эффективно Но Когда У вас Малое Количество Растений А Когда Большое Количество Вот Этот Вот Кристаллон Я Покупала Да Для Гортензии На Выгонку На 8 Марта Брала Кристаллон Ну Это Очень Дорого 173 Рубля Для Нас Это Было Дорого Поэтому Там Конечно Мы Получали Полуфабрикаты Они В одном Торфе Больше Там Ничего Не Было Собственно Говоря Поэтому Я Подкармливала Кристаллоном И Одновременно У меня Фиалки Ой Гортензии Были Голубого Цвета Хорошо Сейчас Я у Гены Спрошу Нашел он Турген Ну Ты Нашел Вот То Что Мы Прыскать От Мучнистого Червеца Нет Батрайдер Гена Вон Что Набрал Пол На Это Сколько Он Стоит Вот Смотрите Вот Этот Батрайдер Вот Он Вот Такой Насколько Он Растворяется Вот Здесь Насколько На 10 Литров 2 Миллилитра Не Помнит Насколько Да Мы Все Не Могу Прочесть Вот Вот Этот Батрайдер Мы Попрыскали Когда Да Вот Холиусы Свои И они Как-то Вот Сразу Вот Эти Вот Крупные Особи Которые Белые Да Они Сразу На Следующий День Стали Серенькими То Есть Они Стали Усыхать И Стали Погибать Практически Вот Это Неплохой Вариант Я Так Думаю Если Только У вас Начинающаяся Стадия Там Да Немного Развелось Потому Что Цена Его Сколько 130 рублей Это Здесь 10 Миллилитров Это Не так Уж И дешево Гена А вот Ты Последнее Что Попрыскал Ты Нашел Сейчас Он Пороется Тут Своей Кошелки Последнее Попрыскал Ты Нет Не Нашел Прям Вообще Я Прошлась Теплица Прошлась Смотрю Ничего Нету Ну Вот Он Берет Он Что То Пробует А Вот В той Большой Коробке У Тебя Че Попробую Мошек Ловить Теплички Маленькие Ей Сколько Такой Стоит Электрическая Лампа Ловушка Для Летающих Насекомых Это Белокрылка Да Ну Белокрылка Наверное На свет Она летит Ну Ладно Бог с ним Ну Вот Хочется Ему Попробуем Попробуем В теплице Повесим Уже Че Только Мы Не Пробуем Вот Такая Ситуация Ну И Пожалуй Вот С другой Стороны Там Удобрения Удобрения Мы Здесь Такие Минеральные Мы Здесь Не Берем Их Во Первых Дорого И И Потом Вот Эти Названия Там 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 То Се Знаете Как-то Я Не Особо Доверяю Но Цена Здесь Даже Очень Очень Собственно Говоря Если Вам Необходимо В Любом Магазине Как Там Для Выращивания Растений Все Равно Дороже Чем Здесь Сейчас Еще Раз Это Гена Любит У меня Этот Отдел Я Честно Говоря Вот Здесь Вообще Не Разбираюсь Да Вот Циркон Циркон Это Для Иммунной Системы Наших Цветочков Это Если Прискаете Перед Заморозками Растения Хорошо Переносит Заморозки Это Эпин Циркон Вот Это Все Для Наших Растишек Очень Даже Хорошо Растения Кальцевая Селитра То есть Если У вас Небольшое Количество Растений Вот Это Вам Может И Не Надо Цветов Ну Поскольку У нас Это Много Поэтому Мы Здесь Не Берем Мы Берем Специализированных Магазинах Мешками Ну Мешки Там По 2000 Три Вот Так Так Вот Это В прошлый Раз Заинтересовалась Тележка Садовая Оказывается Я думаю Унитаз Что ли Что это Такое Оказывается Она На колесиках Вот Такая Штучка На колесиках Сюда Кладется Мешок С чем То Что вы Перевозите Вот Она Вот Так Вот 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 Возится Очень Удобная Единственное Что На Прочность Я Не Не Могу Судить По Поводу Прочности И знаете Еще Что Неудобно Неудобно Что Если Мешок Даже Сюда Ставить Надо Его Поднять Для Того Чтобы Его Поставить А Вот Поднять Это Проблематично Это Не Каждому Пожилому Будет Под Силу Если Так Перевозить Только Там Навоз Что Нибудь Так Ну Вот И Прошлась Сегодня Если Успеем Сейчас То Мы Приедем На рынок Цветочный Краснодар На Оптовый И Сниму Вам Обзор Ну Вот Прощальный Взгляд Там Там Вот Семена Еще Дальше В конце Но Семена Меня Пока Не Интересует Поэтому Показываю Только Что Оно Здесь Есть Есте Продолжение следует...